Каковы цены на зерно в этом году? Удастся ли татарстанским сельхозпроизводителям хорошо заработать? Насколько выросли объемы ипотеки в республике на фоне коронакризиса? И как чувствуют себя кинотеатры после снятия ограничительных мер? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Нынешний урожай зерна в Татарстане превысил рекорды прошлых лет. Уже собрано более 5 миллионов 300 тысяч тонн. Это на 23% больше, чем в прошлом году. При этом цены на зерно сохраняются стабильными, что связано с неурожаем в некоторых районах страны. Такая ситуация позволит местным сельхозпроизводителям выгодно продать свой урожай. Серьезная засуха в южных регионах. Была там и саранча, и много негатива на них упало. Но, может быть, и благодаря этому цены в этом году держатся довольно-таки неплохие. У нас в том году такой подъем цены прошлого урожая был. Эти цены у нас сегодня так и держатся. Третий класс до 13 рублей цена сегодня же доходит. Цены на рапс сегодня превышают практически 24 рубля. Цены, хочется сказать, что неплохие. Радоваться нельзя тому, что у соседних регионов, в околе, конечно, засуха была. Но и благодаря этому тоже цены у нас относительно держатся неплохие. Сегодня с южных регионов тоже на нас выходят коллеги, просят объем зерна. Тот же Крым просит и другие регионы. Мы с ними контакт ведем. Тем временем Татарстан полностью обеспечит себя своей гречкой и картофелем. Как заявили в Минсельхозпроизе республики в этом году, планируют получить 1 миллион 200 тысяч тонн картофеля и 340 тысяч тонн овощей. Что касается гречки, то уже намолочено 17,5 тысяч тонн, что выше потребностей населения Татарстана. Средневзвешенная ипотечная ставка в Татарстане обновила исторический минимум. За год она снизилась на 3% пункта до 7,3%. Это связано с падением ключевой ставки ЦБ, а также с запуском льготной программы ипотеки под 6,5%. По данным Нацбанка республики, за 7 месяцев этого года татарстанцы получили более 26,5 тысяч жилищных кредитов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объемы ипотеки выросли на четверть до 56 миллиардов рублей. По словам экспертов, спрос на ипотеку до конца года будет только расти. Пик ожидается в октябре, перед официальным завершением программы путинской ипотеки, которая действует до 1 ноября. Люди благодаря ипотеке, такой субсидированной, многие обратили внимание на новостройки. Некоторые даже покупают для себя, в том числе просто, чтобы вложить деньги, чтобы, соответственно, через год или через сколько, как минимум, не потерять в деньгах. Есть такое предположение, что все-таки еще очень много людей, не воспользуясь, соответственно, государственной субсидированной ипотекой. Напомним, ранее президент Татарстана предложил Путину продлить действия льготной ипотеки под 6,5%. В Минстрой страны заявили, что этот вопрос будет обсуждаться после завершения программы 1 ноября. Тогда правительство даст оценку ее результатов и эффективности, а уже после примет решение о возможном продлении программы в следующем году. Татарстанские кинотеатры пока не смогли добиться стабильной заполняемости. Напомним, что сейчас разрешено продавать только 50% от всех мест. Однако даже наполовину залы сейчас не заполняются, пока показатель держится на уровне 30%. Наиболее сложная ситуация сложилась в муниципальных районах республики. В ближайшее время кинотеатры ожидают роста посещаемости в связи с выходом в прокат голливудских премьер. Однако выполнить план доходов в этом году нереально. Кинотеатры полгода были закрыты. Снижение выручки колоссальное. Это были новости экономики. До встречи.